В школе Щукина решили поставить самое школьное, оттого очень сложное для учебного спектакля произведение «Горе от ума». Гениальное произведение. Значит, оно абсолютно совершенно по своей форме. Его нужно только открыть и очистить от привычных представлений, очистить от привычных штампов. Всего-то очистить от штампов и сыграть, как в первый раз. С одной стороны, задание из серии невыполнимых, а с другой – кому, как не выпускникам Щукинского училища, преодолевая безумное волнение дебютантов, не сыграть это действительно, как в первый раз. Прошу мне дать ответ бездумный, помните смущаться. Да хоть кого смутят? Вопросы быстрые, любопытный взгляд. Задание от художественного руководителя курса еще сложнее. Во-первых, необходимость играть пьесу в стихах, действовать стихом, держать ритм стиха, не крошить стих в капусту, что в современных театрах делают довольно часто. Павел Любимцев сделал для своих выпускников все, что мог. Он отправился в это плавание вместе с ними и своим примером в роли Фамусова учит их играть классическую пьесу. Впрочем, особого пиетета перед хрестоматией русской сцены молодые актеры не испытывают. Это мысль Грибоедова, в первую очередь, поэтому сложно говорить о моем личном к этому отношении. Нет, оно на момент спектакля я с ним согласен, на другое, и у меня есть куча других интересных мыслей. Пристальное внимание к выпускнице, которая просто не имеет права не сыграть это ярко, эксцентрично и эмоционально. Юная Полина Райкина в роли Лизы явно самое начало очень интересного пути в профессии. Считается, что если горе от ума легко расходится по актерам, то это идеальная труппа. К курсу это тоже относится. И пусть в скором времени он рассыпется по разным театрам, стержень останется в каждом. Нара Ширалиева, Владимир Полуни, слух и новостители канала Культура.